Мы доказали по индукции вот эти формулы, числа лимбраические, но хотелось бы иметь более четкое представление о том, как же выражаются числители, знаменатели подходящей дроби через А0, А1 и так далее. И Леонард Эйлер придумал, как это сделать. Так называемые континуанты. Смотрите, выпишем первые несколько подходящих. Я просто выписал первые три. А вот здесь формулка уже не очень понятная. Так, а теперь поймем, как хотя бы эти первые. Смотрите, что такое? А0 или 2 разделить на 1. Здесь написано. Следующее. Приводим к общему номинаменту. А0, А1, 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 А1. Дальше здесь числительный знаменатель умножаем на второе. Приводим к общему номинаменту, получаем вот это. Дальше, чуть тяжелее. Ну, смотрите. Сразу вводим по определению. Континуанта от слова. Слово, когда там внутри вообще никаких букв не написано. Это по определению число 1. Континуанта от 1, это само это число. То есть само это число x. Континуанта от x, у, это x, y плюс x. Потом поймем, что такое континуанта. Для большего количества букв написано через число, написано через запятую. А пока, смотрите, вот то, что у меня здесь написано, это очевидно континуанта, смотрите, от А0, А1. Здесь континуанта А1, здесь континуанта А0, А1, А2. Здесь континуанта А1, А2. Замечательно. Что такое по третий делить на по третий? Это вот такая штука, где вред было написано А1 плюс 1 на третий на А2 плюс 1 на третий на А3. Но мы уже знаем, что это отношение континуанта. А значит, если здесь умножим через континуанту А2, А3, значит, верна такая формула. Приводим к общему знаменателю и получаем вот такую. Смотрите, со знаменателем вообще все понятно? То есть это А1, А2, А3 плюс А1 плюс А3. В числителе надо будет написать эту формулу, мы ее знаем, эту формулу, и посчитать. Если задуматься, посмотреть внимательно на то, что мы сделали, то становится ясно такая вещь, что вот это вот фактически получается из предыдущего сдвига в линдексах на единицу. А здесь, это не только для третий, а для любого числа, а здесь надо взять А0, любое, умножить на предыдущее и такое же. Значит, нам нужно изучить такую величину. Если мы уже знаем до меньшего количества лукв, то по определению континуанта получается так. Х1 умножаем на континуанту чисел Х2 и так далее ХН, и прибавляем к этому континуанту чисел Х3 и так далее ХН. Смотрите, что я хочу сейчас доказать. Что ХН – это континуанта чисел А0, А1 и так далее АН. ХН – это континуанта чисел А1, А2 и так далее АН. Доказательство абсолютно значимое по индукции. Вот, собственно, здесь написано это для тройки, а ровно то же самое можно было написать для любого АН. и там у нас все получается. Оказывается, кроме того, что у нас, кстати, могут немного становиться виднее связи между числами и ПКУ, есть еще правило Эйлера вычисления этих самых континуантов. оказывается, если вы хотите вычислить, ну, например, континуанту чисел А0, А1, А2, А3, то вы, вот, собственно, она у нас здесь, да, вот, понять, что это такое, то вы должны сделать следующее. написать произведение, то есть А0 умножить на А1 умножить на А2 умножить на А1, а, скажи, что А0, А1, А2, А3, и вычеркивать всевозможными способами пары или несколько пар. Ну, вот, например, вычеркивая А0, А1, вы получаете А2, А3. Вычеркивая А1, А2, вы получаете А0, А3. Вычеркивая вот эти два последних, вы получаете А0, А1. Замечательно. И можно вычеркнуть обе пары, тогда здесь еще будет слагаемая равная единица. Доказать правило Эйлера очень легко по индукции. Вот, представьте себе, что мы уже знаем, что правило Эйлера верно и для этого, и для этого, а хотим доказать для этого. Смотрите, букву Х1, если мы вычеркиваем, то вместе с буквой Х2. И когда мы их вычеркиваем, то фактически остается вычислять вот такой континент. А если мы букву Х1 не вычеркиваем, то у меня осталось произведение Х2 и так далее и сэнное, из которого надо либо вычеркивать, либо не вычеркивать, то есть фактически осталась вот такая тюрьма. Замечательно. Правило Эйлера так разное. Но между прочим, из этого правила очевидно, сколько будет слагаемых. Это число Фибоначчи. То есть, вот, посмотрите, здесь одно слагаемое, одно слагаемое, два слагаемое, три слагаемое, а здесь уже будет пять слагаемых. Ну, понятно, почему. Потому что если вот это вот количество слагаемых не число Фибоначчи, а это следующее за ним, то в сумме будет следующее число Фибоначчи. И у континуанте есть чрезвычайно важное свойство. Смотрите. Когда мы вычеркиваем пару, вот у нас написано в строчке числа, вычеркиваем пару, то что-то не важно, мы идем слева направо или справа налево. Если вы перепишите вот эти числа в обратном порядке, то есть, напишите А3, А2, А1, А0, то получится на коже выражение. То есть, нельзя просто так переставлять, вы получите другой ответ. А вот взять, взять, ну, взять, х1, х2, это х1, или х1, х1, х2, это х1. Это одно и то же. Включай. Теперь возвращаемся, уже зная про континуанты, вот к этим нашим формулам. И обнаруживаем, что теперь они просто очевидны. Ведь, в самом деле, мы знаем, что такое ПН. ПН – это континуанта чисел А0 и так далее, АН. Мы знаем, что это континуанта, мы знаем, что это континуанта. То есть, фактически, мы должны проверить некоторое равенство для континуанта. Вот здесь вот у нас было написано показательство кондинувации. Давайте я его саду. И сейчас более естественно. То есть, доказательства, конечно, не бывают, потому что мы это лучше или лучше, в смысле истинное. То есть, конечно, если у нас есть доказательства, то оно либо верно, либо нет. Но то, что вы сейчас увидите с континуантами, конечно, гораздо более естественно, чем то, что мы там доказали по индукции. По индукции это была проверка. А сейчас мы понимаем, из-за чего это случилось. Смотрите, вот это раньше такое. Это мы должны доказать, что континуанта чисел А0, А1 и так далее, АН, это вот у нас ПН, равна АН умножить на континуанту чисел А0, А1 и так далее, АН минус 1, плюс континуанта чисел А0, А1 и так далее, АН минус 1. Вот это равенство так записывается. Замечательно. Но смотрите, континуанта не меняется, если число записать по правильному варианту. Значит, теперь будет АН, АН минус 1, и так далее, А0. Это нужно проверить, что то же самое, что АН умножить на АН минус 1 и так далее, А0 плюс, здесь тоже можно говорить, АН минус 2 и так далее, А0. Ну, господа, это просто определение. Помните, у нас ровно такая формула была определением континуанта. Все. Разумеется, для Q ровно то же самое, а зная эти формулы, очевидно, по индукции легко получить это. Тут опять, если вы понимаете геометрию, как там рисовали, пропилограммы, перечитывали векторы, то вот это равенство, это просто-напросто то, что площадь пропилограммы все время остается равная единица. То есть у него есть замечательный геометический смысл. Ну, и, соответственно, это тоже имеет абсолютно четкий геометический смысл, просто как очередной вектор вычисляется по двум предыдущим. Вот мы, что называется, третий раз это показали. Один раз по индукции, другой это геометрическое изображение. И сейчас при помощи континуанта.